Здравствуйте, уважаемые коллеги! И тема сегодняшней лекции «Безопасные покупки в интернете. Как защитить деньги на своей банковской карте?» И наш спикер Афончикова Вера Алексеевна, финансовый консультант, старший преподаватель кафедры общественных финансов Новосибирского государственного университета экономики и управления. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, пишите их в чате, и Вера Алексеевна ответит на них в конце, по окончании лекции. Пожалуйста, Вера Алексеевна. Спасибо большое. Так, мы, наверное, сразу посмотрим, что нам еще написали в чате. Мало ли, вдруг нас кто-то не видит, не слышит. Теперь слышно. Отлично. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Я хотела бы рассказать вам о том, как безопасно совершать покупки в интернете. На самом деле, самое главное, что нам угрожает, когда мы хотим совершить покупку в интернете, это кибермошенничество. То есть те мошенники, которые пытаются обмануть нас в процессе, когда мы находимся в интернете, это кибермошенники. И, в принципе, сразу определение кибермошенничества. Кибермошенничество – это вид недобросовестных действий, которые реализуются дистанционно с помощью сети интернет. И есть разные инструменты у кибермошенников. И один из таких инструментов, это один из способов, как производится это мошенничество, это мошенничество с банковскими картами. То есть задача в данном случае мошенников – это выудить данные банковской карты любыми способами получить данные банковской карты, либо же обманным путем получить деньги от человека, который совершает покупки в интернете. И один из инструментов в данном случае мошенничества с банковскими картами – это фишинг. И сегодня это слово, наверное, будет звучать достаточно часто. Фишинг – это слово, которое образовано от двух английских слов. Это рыбная ловля и пароль совмещенные. И задача фишинга – это, собственно, получить сами данные банковской карты. И мошенники получают эти данные с помощью так называемых фишинговых сайтов. Специальных подельных сайтов, которые дублируют, создаются как копии реальных действующих сайтов, реальных настоящих организаций, магазинов, площадок. И цель которых этих сайтов – собственно, получить данные банковской карты. Кроме фишинга, на самом деле, есть и другие инструменты. Есть вишинг, есть фарминг. Вишинг – это когда используются методы социальной инженерии, когда с нами не только взаимодействуют с помощью экрана компьютера, но еще и разговаривают с мошенник. А фарминг – это когда нас направляют на скачивание какого-то вредоносного ПО, цель которого, опять же, получение информации о нас. И вот в основном сегодня то, о чем мы будем говорить, это как раз приемы фишинга. Итак, далее мы рассмотрим несколько примеров мошеннических схем на площадках объявлений, где мы часто покупаем продукцию. Это может быть Авито или Юла. Рассматривать мы будем мошеннические схемы на примере Авито. Эту информацию разместили у себя, собственно, в статьях сотрудники Авито, сотрудники службы безопасности Авито. И они раскрыли, какие сейчас используются мошеннические схемы, как люди, которые хотят что-то купить или продать на Авито, попадаются на удочку мошенников. И на самом деле здесь все очень серьезно, потому что в том числе, то есть это Авито, это Юла и другие площадки объявлений, здесь действует целое объединение мошенников, которые работают по принципу мошенничества как услуга в ходе того, что продают это как бизнес, на котором другие мошенники зарабатывают деньги. Это целая структура выстроена, преступная структура, которая состоит из следующих участников. Есть организаторы, которые непосредственно занимаются организацией, то есть они следят за функционированием сервисов, они занимаются каналами, чатами, ботами в Телеграме. Телеграм-канал, известный нам, да, сервис, программа для обмена сообщениями. Значит, и также они занимаются организацией фишинговых сайтов. Чуть дальше мы посмотрим, как выглядит фишинговый сайт и, собственно, чем он отличается от настоящего сайта. Они обрабатывают платежи, они выводят и отмывают деньги, это все организаторы. То есть это верхушка вот этого айсберга. Дальше идет поддержка, можно назвать таким современным словом, это саппорт. Те, кто осуществляет поддержку непосредственных рядовых участников. И третий уровень – это рядовые участники или воркеры, которые и занимаются тем, что приводит жертву, собственно, к тому, что она теряет свои деньги. Приводит через использование как раз сочетания фишинга, фишинговых сайтов. И, то есть давайте так, называть их поддельными сайтами. То есть фишинговый сайт – это поддельный сайт через использование поддельных сайтов, через методы социальной инженерии, когда совершается звонок, либо идет общение через мессенджеры, где, собственно, воркер притворяется либо покупателем, либо продавцом и выманивает у жертвы деньги. И нужно понимать еще раз, что это очень объемная структура. И несмотря на то, что площадки борются с таким видом мошенничества, авито борются с таким видом мошенничества, все равно оно еще пока существует и окончательно не искорено. При этом, опять же, мы понимаем, что даже когда происходит активная борьба, что происходит у нас с мошенническими схемами, они изменяются, они развиваются, они начинают сочетать в себе разные виды мошенничества, то есть они приспосабливаются, чтобы их было сложнее вычислить. И вот я хотела буквально показать, думаю, что в режиме сокращенного времени две схемы, всего приготовила четыре, ну вот две схемы мы с вами посмотрим, распространенные как раз с точки зрения мошенничества на площадках объявлений, там, где мы покупаем и продаем какие-то товары. Первая схема – это схема от имени продавца, когда мошенником выступает продавец. Здесь публикуется объявление, причем публикуется объявление по какому-то очень ходовому товару, к примеру, это может быть электросамокат летом, потому что летом как раз часто покупают электросамокаты. Дальше потенциальный покупатель уговаривается на доставку, то есть мошенник, продавец-мошенник уговаривает покупателя на доставку на авито. И далее высылается поддельная ссылка на оплату, и как вишенка на торте, когда покупатель понимает, что с платежом что-то не так, мошенник может предложить ему еще и вернуть этот платеж. Сейчас мы увидим с вами, как это выглядит. Вот сейчас вы видите у себя на экранах, в презентациях, это не настоящий сайт Авито. Выглядит абсолютно как настоящий. Это зеркало сайта, то есть это буквально копия сайта. Они очень качественные, это важно понимать. И вы можете при первом взгляде на сайт не увидеть, что это не настоящий сайт, особенно если мы не часто находимся, например, на этих площадках. В данном случае это реальный скриншот экрана с поддельным сайтом. На что мы обращаем внимание? Мы обращаем внимание на доменное имя. У нас есть одно доменное имя у Авито, это www.avito.ru. Все остальные имена, которые похожи, они стараются мимикрировать под настоящее доменное имя. Они, соответственно, поддельные. Это доменные имена мошенников. И их огромное количество. Нет какого-то одного, потому что их все время блокируют, и появляются новые. И плюс вот этот экран, который, да, вот этот скриншот, который вы видите, сделан после того, как мошенник переслал ссылку на эту страницу своей жертве. То есть самое главное правило, мы не переходим ни по каким ссылкам, которые нам присылают продавцы или покупатели. Все, что мы делаем, мы делаем внутри Авито самостоятельно, ручками, да, то есть не переходя из сообщений по каким-то посторонним ссылкам. Дальше что происходит? То есть здесь, если вернуться назад, у нас здесь получить средства, да, то есть мы нажимаем на кнопку получить средства, где мы оказываемся? Слева. Мы оказываемся на экране слева, где мы видим зачисление средств, где нужно написано зачисление средств, нужно ввести данные своей банковской карты, и мы якобы, да, нажимаем на кнопку, и у нас должно произойти зачисление средств. Оно не происходит, при этом деньги, наши деньги уходят на счет мошенников, на счет по факту физического лица другого. И когда мы начинаем понимать, что что-то пошло не так, и мы хотим вернуть назад эту операцию, нам мошенник, который в это время находится с нами во взаимодействии, использует методы социальной инженерии, предлагает вернуть назад наши денежные средства, сейчас мы все исправим, и присылать новую ссылку, это кран справа, где, собственно, возврат денежных средств. Мы видим, что у нас слева и того к зачислению, с правой и того к возврату. По факту это одна и та же форма, у которой просто поменены несколько слов. Нам кажется, что мы сейчас вернем свои денежные средства, нажимая кнопку, мы еще раз отправляем мошенникам свои денежные средства. Дальше я буду говорить еще раз о том, как этого всего избежать, и пока просто смотрим на то, какие способы, какие мошеннические схемы существуют. Немножко перескочила, смотрите, вот это у нас была оплата, значит, оформление оплаты, когда мы с вами выступаем покупателями, а мошенник-продавец, это вот как раз, да, мы видим сайт Авито, и видим вариант как раз оплаты заказа слева, возврата денежных средств справа, это мошеннический сайт, где мы вводим свои данные банковской картой, и деньги уходят с нашей банковской карты. То есть это когда мы выступаем с вами покупателем, а мошенник выступает продавцом. Но если вам предлагается якобы оплатить заказ, на самом деле это, конечно, не заказ, а просто перевод денег мошенникам. И второй вариант мошеннической схемы – это уже от имени покупателя. То есть страдают не только покупатели, но и продавцы. Не надо думать, что если вы будете продавцом, то вы не попадетесь в какую-то ловушку мошенников. Что у нас происходит, когда мошенником выступает покупатель? Покупатель якобы отправляет деньги через безопасную сделку, а продавцу присылается поддельная ссылка там, где мы якобы можем получить оплату. И вот это как раз очередной вариант. Нам присылается ссылка на получение средств. Справа мы видим, что мы как продавец, мы нажимаем кнопку «Получить денежные средства». Сайт полностью повторяет сайт Авито. Это и есть фишинговый сайт или сайт-подделка. И затем мы переходим в форму, где нам предлагается получить денежные средства, зачисление средств. И если нам что-то не понравилось, мы забеспокоились, мы хотим вернуть свои деньги назад, нам еще предлагают вернуть их. И мы пользуемся той же формой, нам снова присылают ссылку, мы опять вводим данные своей банковской карты и снова теряем деньги. То есть что я хотела показать этими двумя примерами? Это то, насколько похожи фишинговые сайты на настоящие сайты. И, к сожалению, это не только площадки объявлений, это также магазины. И абсолютно, как это сказать, свежий такой вариант, это, к сожалению, еще и сайты банков. Вот сейчас идет информация о том, что начали появляться поддельные сайты банков, где предлагается открыть счет или получить какую-то компенсацию. Это тоже сюда относится. Вы переходите по ссылке, которая пришла к вам в письме, и в итоге оставляете свои данные мошеннику, данные банковской карты, и денег не получаете, наоборот, их теряете. То есть идея такая. Фишинговый сайт – это поддельный сайт настоящего сайта, который абсолютно похож на 100% на настоящий сайт, но который создан мошенниками для того, чтобы обмануть нас. Тут еще пару вариантов. Какие есть мошеннические схемы. Значит, когда у нас также с доставкой, и, например, продавец, мошенник-продавец просит код подтверждения, и все эти коды, они потом используются для того, чтобы зайти в профиль непосредственно покупателя, и, например, поставить галочку о том, что товар получен. То есть вы перевели денежные средства, сообщили код, который вы не должны были сообщать мошеннику, и он с помощью этого кода может зайти в личный кабинет, проставить галочку о том, что товар был получен, и уже не товары у вас, не денег. Это вот с точки зрения, когда обманули покупателя. И еще один вариант – это когда, четвертая схема, когда покупатель является мошенником, когда присылается поддельный чек. Вот это, кстати, я не хотела рассказывать, но все-таки расскажу. Присылается поддельный чек, и продавцу, который является жертвой, приходит СМС о якобы зачислении денежных средств, СМС, которое мимикрирует под СМС из банка. И дальше, соответственно, покупатель говорит о том, что он передумал, к примеру, приобретать этот товар, и просит вернуть денежные средства. И все это происходит очень быстро, с определенным давлением. Жертва обвиняет в том, что жертва является мошенником, жертва начинает нервничать, теряться. И этим пользуются мошенники, и, соответственно, жертва переводит свои деньги, которые она ниоткуда не получала, свои личные деньги насчет мошенников. То есть получается, что мошенник сделал вид, что он перевел деньги, подделал чек о том, что он перевел деньги, подделал СМС о том, что деньги пришли, а по факту никаких денег не приходил. Далее. На что давят мошенники? Это вот тот контекст, в котором очень часто попадаются у нас жертвы. Первое – это уникальное торговое предложение. Когда вам сообщают о том, что это только сегодня, только такая низкая цена, или у нас самая низкая цена, или у нас какой-то уникальный товар, сразу нужно обратить на это внимание, потому что жертву пытаются ввести в состояние, когда нужно быстро принимать решение. Вообще залог того, чтобы не попасть в мошеннические путы – это медленно и спокойно принимать решение. Нельзя делать это в торопях, нельзя поддаваться панике. То же самое касается различных звонков. Сейчас уже мало звонят из служб Безопасности банка, чаще начинают звонить из прокуратуры. И у меня вот буквально месяц назад был пример, когда студентки на лекции позвонили якобы из прокуратуры, и она уже практически перевела деньги мошенникам, просто потому что она умная девчонка, совершеннолетняя, потому что они начали на нее давить, и применять различные методы, обвинять ее в мошенничестве. Когда она на нас оказывает такое влияние, такое давление, нужно остановиться и подумать, что происходит. И самое лучшее – это посоветоваться с окружающими, рассказать кому-то о том, что происходит, посоветоваться со своими друзьями или родственниками, рассказать всю эту ситуацию. Но очень часто мошенники знают про то, что если сейчас жертва начнет советоваться, она спрыгнет с крючка, и поэтому буквально запрещает сообщать какую-то информацию другим людям, как, собственно, у моей студентки мошенники запрещали сообщать информацию, угрожая ей статьей. Дальше – ажиотаж. Ну, собственно, это как раз про то, что мошенники заставляют нас торопиться, нервничать, и это должно нас остановить и заставить задуматься, почему создан такой ажиотаж. Срочность – это все тоже относится к этой же группе. Добросердечность – здесь могут давить на то, что у меня, например, мошенник-продавец. Давайте мы оформим доставку, даже если с одного города вы находитесь, в одном городе, давайте мы оформим доставку, у меня там трое детей, я не могу их оставить, пожалуйста, войдите в положение, будем все оформлять через доставку, вот я уже вам прислала ссылочку, можете, да, там, соответственно, денежные средства свои, к примеру, там, получить или, наоборот, перевезти. На это давят. И на то, что разные населенные пункты, это как раз касается авито-доставки и проблем, связанных с авито-доставкой и мошенничеством в этой сфере. Значит, если сказать немного цифр о том, вообще, какая ситуация. У нас независимая частная компания, группа IB, провела исследование. Исследование длилось год, с июня 20 по июнь 21 года. Они как раз исследовали вот эту всю историю с мошенническими операциями, смотрели убытки клиентов российских банков из-за схем мошенничества с подложными платежными системами. И за год это больше 3 миллиардов рублей. То есть это небольшое исследование, которое не захватило абсолютно весь рынок, да, этот мошеннический, но уже показало, вот за год российские граждане, клиенты российских банков, потеряли 3 миллиарда рублей. И это, на секундочку, 12, практически 12 тысяч платежей ежедневно, это 12 тысяч мошеннических схем ежедневно. Просто представьте, 12 тысяч, да, людей, грубо говоря, которые попались на удочку мошенников. Это если говорить про цифры. Так, как обеспечить безопасность свою на торговых площадках? Если мы говорим про торговые площадки, обязательно нужно проверять рейтинг продавца и дату создания аккаунта. Потому что если у нас свежий аккаунт, это должно вызывать подозрения, низкий рейтинг тоже. Дальше. Мы никогда не переходим по ссылкам. Это золотое правило. Что может происходить? Даже если отвлечься от там Авито, Юлы и так далее, нам может на почту прийти письмо от магазина, в котором мы совершали покупки с акцией специально для нас. И это будет поддельное письмо, которое полностью повторяет стиль оригинальной организации. И при этом будет содержать ссылку. Пройдите, вот по этой ссылке для вас уникальное предложение. Вы переходите по этой ссылке, попадаете на поддельный сайт, вводите там данные банковской карты и вы теряете деньги. Мы не переходим ни по каким ссылкам. Если мы говорим про Авито, например, Юлу, то мы не переходим по ссылкам, которые присылают нам продавцы и покупатели. Куда угодно. То есть они обычно действуют так. Они начинают уводить покупателя с сайта Авито намеренно куда-то в какой-то мессенджер у нас там, WhatsApp, Telegram и так далее. И, соответственно, туда уже присылают ссылки, которые ведут нас на фишинговые поддельные сайты. Не спешить. Нужно не спешить. Свершать покупки обдуманно, спокойно. Это касается любых ситуаций. Буквально, кстати, неделю назад моему дедушке звонили, мошенники по другому вопросу. Пытались вогнать его в стрессовое состояние. Говорили о том, что его дочь находится в больнице. Срочно нужны деньги. Там сын в прокуратуре. И он очень умный, очень разумный человек. Он молодец. Он сразу же начал всем звонить, выяснять, правда это или нет. Самостоятельно набирать своих родственников. И то он очень сильно волновался, не успокоился, пока родственники к нему не приехали. Они сказали, вот мы, мы живые, все в порядке, никаких денег не нужно. То есть здесь в мошеннике как раз пытается вот вогнать человека в определенное состояние. Нельзя переводить никакую предоплату за какие-то услуги, если вы не уверены в продавце. Но тут не только Авито и Юла, тут еще также другие способы покупки. Вот сейчас у нас, например, интернет-магазины пришли во ВКонтакт, где продают свои товары. Если вы не уверены в этом магазине, не стоит переводить ему денежные средства. Как обычно работают такие магазины? Они работают по переводам от физических лиц с физическим лицом на карту. Без чека, если вы совершили такой перевод, очень сложно вернуть деньги назад. Очень сложно отменить этот перевод. И если вы не уверены в магазине, видеть его в первый раз, лучше как можно дольше следить за аккаунтом, смотреть на комментарии, на отзывы, отслеживать, потому что негативные отзывы, комментарии часто чистятся. Но если они появились вот свежие и не успел аккаунт их почистить, их можно увидеть, а еще лучше поискать информацию об этом магазине в интернете. Также не устанавливать никаких сторонних расширений программ. Здесь стоит отметить, что очень популярные сейчас сервисы VPN, они могут нести в себе определенную опасность. Они, конечно же, собирают бесплатный VPN, собирают информацию о нас. Нужно признать тот факт, что большинство приложений собирают информацию о нас. Это просто факт. Но малоизвестные, малопопулярные сервисы VPN могут очень важную, очень такую тонкую информацию собирать, в том числе дискредитировать, например, банковские карты и данные банковские. И находясь в интернете, нужно помнить о своей безопасности. Нужно понимать, что интернет ничего не забывает. Мы сейчас дальше будем говорить о том, какие данные по карте можно сообщать, а какие нельзя. Но важно понимать, что мошенники часто работают на нескольких уровнях. Они собирают информацию постепенно, накапливая ее. И у вас могут собрать какую-то информацию, которая не кажется вам значительной, для того, чтобы в дальнейшем использовать эту информацию в многоуровневой мошеннической схеме. То есть это не один заход мошенника на контакт с вами, а несколько заходов. Так, и, собственно, какие банковские данные безопасно называть посторонним. Мы можем называть спокойно название банка и номер телефона, к которому привязан наш счет. Эта информация не ведет никаким негативным последствиям, и обычно ее достаточно для того, чтобы сделать нам перевод. Также мы можем спокойно сообщать, ну, относительно спокойно, номер банковской карты. Это номер, состоящий из 16 цифр. Опять же, без других данных номер банковской карты не сможет быть использован мошенниками в своих схемах. Номер расчетного счета. Это 20 цифр, которые можно узнать, например, в своем онлайн-кабинете банковском. И также очень часто юридические лица пользуются вот этими данными для перевода денежных средств, номером расчетного счета пользуются, а также данными о самом банке. Это БИК и корреспондентский счет. Эти данные, БИК и корреспондентский счет, они находятся в открытом доступе. Это реквизиты банка-получателя. Незакрытая информация делиться и не можно. Но тут на что стоит обратить внимание? На то, что я сказала вот буквально одним абзацом выше. Это мошенники могут собирать информацию на нескольких уровнях. Сейчас они получили от вас номер банковской карты, и вам кажется, что все в порядке, и вы можете спокойно его сообщить. А далее, через какое-то время, они уже получили от вас какую-то дополнительную информацию, которую вам не стоило им сообщать. И с помощью двух источников, то есть номера банковской карты, и, к примеру, срока действия карты, они уже могут совершать определенные действия в интернете. И вот теперь какие банковские данные ни в коем случае нельзя сообщать посторонним лицам. То есть мы сейчас не говорим с вами о том, что мы заходим на фишинговый сайт, вводим там своими ручками собственноручно данные банковских карт. Мы говорим о том, что с нами разговаривают, к примеру, мошенники, прокуратура, якобы, служба безопасности банков и так далее, или еще кто-то. Или с нами разговаривает покупатель или продавец в интернете, который хочет получить наши данные для того, чтобы якобы перечислить нам денежные средства. Или, к примеру, получить от нас перевод. Мы никогда не сообщаем. Три цифры с обороты карты. Это CVV-код. Ни в коем случае этот код должны знать только вы. Крайне рекомендую быть на страже, если вы пользуетесь картой где-то в местах общего пользования. Не светить ей с двух сторон так, чтобы все увидели номер и код с обратной стороны, а как-нибудь аккуратно все-таки вот этот код из трех цифр на обратной стороне прикрывать. Дальше пароли и коды из банковских уведомлений. Этим очень часто пользуются мошенники, вгоняя в состояние вот такое нестабильное, когда мы торопимся, когда мы переживаем, просят нас сообщить какой-то код из SMS для того, чтобы подтвердить перевод. Например, никогда никаких кодов из SMS, никаких кодов из всплывающих пуш-сообщений мы никому не сообщаем. Это табу. Это просто надо запомнить, что это табу. Срок действия карты. Да, некоторые интернет-магазины, в них достаточно использовать номер карты, которые могли раньше получить мошенники, либо получить с каких-то слитых баз данных, а такое бывает. И если вы им скажете срок действия карты, они могут в некоторых интернет-магазинах совершить покупку. Ну и, конечно, пин-код карты. И, кстати говоря, сотрудники банка у вас эту информацию тоже не спрашивают. Никогда они вас не будут спрашивать. Пин-код, максимум кодовое слово. Не будут спрашивать срок действия карты, они могут увидеть это самостоятельно. То есть здесь нужно очень внимательно, потому что мошенники могут прикрываться и банковскими служащими тоже. Я так немножко отдаляюсь от покупок в интернете, но все это такие взаимосвязанные вещи про безопасность наших банковских карт. Итак, дополнительные способы защитить свои деньги. Смотрите, чтобы не быть все время вот в этом напряжении и на страже. А точно ли я нахожусь на правильном сайте? А точно ли у меня правильное доменное имя? Чтобы не было такой ситуации, мы заводим виртуальную банковскую карту. Я рекомендую абсолютно всем завести виртуальную банковскую карту, потому что это надежный способ обезопасить свои денежные средства. Значит, виртуальная банковская карта заводится через личный кабинет, например, в банке, где вы уже являетесь клиентом. Она бесплатная, есть определенные ограничения, например, некоторые банки не заводят банковские карты для детей младше 18, кто-то заводит от 14 до 18 как карту, привязанную даже от 6 до 14, привязанную к карте родителей. То есть у каждого банка есть какие-то свои нюансы. Кто-то, например, заводит вторую виртуальную банковскую карту только после того, как первая была заведена 30 дней назад. Есть определенные условия, но они бесплатные. По крайней мере, основные банки у нас заводят эти виртуальные банковские карты бесплатно. Что значит виртуальная? Нет пластика, то есть нет самой пластиковой карты. Используется такая карта исключительно для расчета в интернете. И у нее есть данные, соответственно, как положено, как обычной карты, для того, чтобы вы могли рассчитываться этой картой в интернете. Я рекомендую на такой виртуальной банковской карте держать либо совершенно небольшое количество средств, либо переводить туда средства по мере необходимости. Вы хотите совершить покупку, вы перевели туда денежные средства в размере этой покупки. Если вы попадете на мошенников, вы потеряете денежную сумму, которая находится на виртуальной банковской карте. Если вы как-то дискредитируете свою виртуальную банковскую карту, вы легко ее закроете, откроете другую, и для вас это не вызовет каких-то трудностей и проблем. также можно поставить ограничения на снятие наличных на платежи и как вариант подключить оповещение об операциях для того, чтобы понимать, что происходит вообще с вашей картой. И вот еще немножко про виртуальную банковскую карту. Ее можно использовать не только в интернете для покупок и для продаж товаров и услуг, также вы можете использовать ее, к примеру, в агрегаторах такси, потому что с такси тоже все не очень просто, тоже есть мошеннические схемы, связанные с агрегаторами такси, или не мошеннические, а сбои в системе, когда деньги начинают списываться с банковской карты, и это невозможно остановить, я сама лично видела, была свидетелем такого происходящего события. И вот для того, чтобы не терять там всю зарплату, да, не дай бог, мы еще и накопления какие-то держим на своей зарплатной карте, тоже плохой вариант, для этого нужна виртуальная карта. Моя виртуальная карта привязана к сервисам такси, и я пользуюсь ей для покупки на Велберис. И вот недавно поступила информация о том, что Велберис был взломан, вероятно, это не точно, и данные пользователей Велберис попали в открытый доступ. Не было информации, насколько я помню, о том, что банковские данные, данные карты попали в открытый доступ, но для меня, как для пользователя, карта, которая была привязана к кабинету Велберис, она была дискредитирована. Соответственно, я ее вывела с нее денежные средства, закрыла эту виртуальную карту и открыла другую заново. В этом плане она поможет уберечь, если не все деньги, то по крайней мере их часть, потому что если вы используете ее где-то на ненадежном сайте или там при покупке билетов, например, да, окажетесь на сайте мошенников, такое тоже может быть, вы потеряете только те деньги, которые на ней находятся, и не потеряете все, что у вас есть на основной депозитной карте. Так, это что касается виртуальной у нас карты. Как вернуть украденные деньги со своего банковского счета? Тут все достаточно сложно. Сейчас я расскажу о трех шагах, которые мы видим, а потом о проблемах, которые с ними связаны. Значит, здесь мы сейчас с вами видим шаги. Эти шаги были прописаны самим Центробанком, что нужно делать. Первое, это написать заявление в банк и указать точную сумму, которая была похищена со счета. То есть, таким образом вы сообщаете банку, что это не вы совершили операцию, да, то есть, это была какая-то мошенническая схема в отношении вас, и это очень важный шаг. Дальше нужно обратиться в полицию. Это обязательный шаг в случае, если вы сообщили самостоятельно данные банковской карты, если вы самостоятельно передали, перечислили денежные средства. То есть, вот это как раз тот нюанс, о котором очень важно сказать. Если мы сами перечисляем денежные средства, если мы сами передаем данные банковской карты, передаем код, CVV-код, передаем пин-код от своей карты или срок действия карты, то банк в этом случае становится ни в чем не виноват. Виноват клиент банка, и банк никакие денежные средства возвращать не будет. Он будет делать это только после того, как мы обратимся, будет разбирательство, мы обратимся в полицию, будет суд и так далее. Потому что, если мы действие совершаем сами, то спрашивать с банка уже дальше нечего. И, собственно, третье, обратиться в суд, это как раз вот, если клиент сам совершил платеж, сам сообщил свои данные, то в этом случае он нарушил договор с банком, и вернуть можно будет деньги только в судебном порядке, и то, если получится. А вот такой вопрос, можно ли вернуть денежные средства, если, к примеру, я сделала ошибочный перевод, и вот я прямо сейчас понимаю, что он ошибочный в этот момент времени. Здесь два варианта. Первый вариант, если перевод осуществлялся по номеру телефона, то это мгновенный перевод, и вернуть деньги уже нельзя. Мы не можем сами отменить свой перевод со своей карты, нам деньги может вернуть только вторая сторона. То есть, если я ошибочно перевела денежные средства, я не могу взять и тут же сама где-то в приложении отменить этот перевод. Я могу только обратиться к той стороне, куда я ошибочно перевела денежные средства для того, чтобы мне вернули эти деньги назад. И с этим, кстати, связана мошенническая схема по отмыванию денег. Здесь немножко отвлекусь и скажу по этому поводу. Как бывает? Бывает, что нам поступают денежные средства с незнакомого нам счета, нам на счет. Дальше с нами связывается якобы владелец этого счета и сообщает, я вам случайно перевел денежные средства, я там ошибся в одной-двух цифрах, пожалуйста, вы же не мошенник, верните родное назад. Вы же можете войти в положение и понять, иначе я пойду в полицию, я пойду в суд, на вас заведут уголовное дело и вообще я вас найду. По IP вычислю. И в этом случае дальше обычно просят перевести вот эти денежные средства, они вам реально упали на счет, они действительно оказались на вашей банковской карте, вы проверяете личный кабинет, а у вас лишние деньги. Просят вернуть на другой счет. Что это такое и почему так происходит? Здесь в данном случае мошенники использовали, если я жертва в этой ситуации, использовали мой номер счета как подложный для обмана другой жертвы. То есть через мой счет прогоняют денежные средства жертвы где-то на какой-то площадке, выложили информацию о том, что мне должны уходить эти денежные средства, то есть поделились моими банковскими данными, номером счета и жертва потом будет спрашивать собственно, где деньги у меня, она же мне их перечислила, а дальше я ничего не подозревая, ведусь на удочку мошенников и перевожу на другой денежный счет деньги, и таким образом деньги выводятся на счет мошенников. То есть меня использовали как вот такой транзитный вариант в мошеннической схеме, и потом, если все действительно дойдет до до уяснения, то есть до полиции, то в этом случае правоохранительных органов меня будут привлекать и спрашивать собственно, как я в этом всем участвовала. Здесь на самом деле если возвращать, то возвращать туда, откуда они пришли. То есть вот вам перевели денежные средства, возвращайте туда же, откуда они пришли, это нетрудно, либо сами идем в полицию, говорим, я не знаю, что делать в этой ситуации. Значит, это что касается у нас еще одной мошеннической схеме с банковской картой. Мы говорили о том, если я понимаю, что мне, я ошибочно, я ошибочно перевела денежные средства, я сказала по номеру телефона, все, сделать ничего нельзя. Мгновенный перевод, деньги уже ушли на другой счет, сделать ничего нельзя. Только там человек с той стороны может вам вернуть деньги назад. Второй вариант, это если перевод осуществлялся по номеру банковской карты, то в этом случае это не мгновенный платеж. Есть какое-то время, такой временной лаг, пока деньги не поступят на счет человека, куда мы ему переводили. И здесь можно попробовать связаться с банком и выяснить, нельзя ли остановить эту операцию. здесь все зависит от политики банка, что они вам будут отвечать и от того, успели ли денежные средства упасть на счет получателя. И теоретически, если они еще не успели дойти до счета получателя, то в этом случае их операцию может быть отменить и деньги вернутся назад. Но здесь нужно очень быстро принимать решения, быстро ориентироваться и еще не факт, что такая схема сработает. Мошенческих схем очень много, в том числе в интернете. И сейчас они приобретают такой гибридный характер, когда сочетаются поддельные сайты, фишинговые сайты, сочетаются с методами социальной инженерии, когда нам звонят, когда нам с нами связываются, когда мошенник ведет себя буквально как настоящий покупатель или настоящий продавец или делает вид, что он сотрудник магазина, к примеру, тоже такое может быть. То есть такие используют гибридные варианты для того, чтобы довести жертву до отъема денег. И хочется добавить, вот я уже сказала про то, что начали создавать двойников банковских сайтов. Нужно быть очень аккуратными, потому что, ну вы сами видели, насколько авито похож, поддельная авито похожа на настоящая. И вот так же сейчас создают, это осень 21 года, поступила информация о том, что создают двойников банковских сайтов. И если, конечно, человек зайдет на такой сайт и ведет свои данные своей банковской карты, то он потеряет денежные средства. А вот еще прям свеженький вариант мошенничества. Буквально 15 марта вот этого года Роскачество предупредило о следующей схеме. Это в интернете появилась информация о том, что более 100 тысяч данных, 100 тысяч пользователей банковских карт, вот их данные, они были слиты в интернет. То есть они появились в интернете в открытом доступе. И люди начали переживать, что именно их банковская карта может быть дискредитирована, то есть может оказаться в вот этой информации, которая была слита в интернет. И дальше мошенники начали создавать сайты, которые якобы помогают проверить, была ли дискредитирована банковская информация. То есть, и причем сейчас активно велась реклама таких сайтов во всяких соцсетях и так далее, где рекламировались собственно эти сайты, проверьте свою банковскую карту, а не попала ли эта банковская карта в как раз те данные, которые оказались в открытом доступе в интернете. И вот Роскачество предупреждает о том, что нет единых баз данных и нет таких сайтов официальных, которые позволяли бы проверить, не была ли дискредитирована ваша банковская карта. Соответственно, если вы попадаете на такой сайт, это мошеннический сайт, цель которого получить банковские данные от вашей банковской карты. И как только мы вводим данные, очень вероятно, что тут же деньги будут, собственно, потеряны. Наверное, до сих пор самый надежный способ покупки и продажи товара это лицом к лицу, когда вы встречаетесь с человеком, но мы живем в современном мире, и все больше мы совершаем покупок в интернете, с этим нужно быть очень аккуратным, особенно сейчас, когда часть магазинов для нас недоступны, когда мы лишились привычных магазинов, привычных источников, товаров, продукции, и мы переходим, особенно молодое поколение, ищем, где можно приобрести тот или иной товар, начинаем смотреть магазины в том же ВКонтакте и так далее, и здесь вплоть до того, что начали писать подставные представители магазинов, то есть мошенники представляются сотрудниками магазинов, пишут, предлагают акции, и, соответственно, выманивают деньги у человека. я сама лично покупаю продукцию, товары в интернете, и мои магазины, которыми я пользуюсь, которые исключены интернет-магазины частные, они начали выкладывать информацию, предупреждение о том, что остерегайтесь, мы пишем вам только с официальных аккаунтов, мы вам не пишем с личных аккаунтов, не пишем с двойников официальных аккаунтов, а пишем только с официальных аккаунтов, потому что стала распространена вот эта схема, когда якобы представители магазинов сами пишут клиентам, предлагают скидки, предлагают акции, и в итоге выманивают денежные средства. Ну и про VPN я тоже сказала, будьте бдительны. Повторюсь, все приложения собирают информацию о нас, а некоторые просто собирают ее в очень неприличном количестве и выкладывают в соответствующие теневые базы данных. А потом у нас происходят периодически различные кибератаки на различные источники информации о нас, и все эти базы данных, они сливаются в определенное место, так назовем, где объединяются, и базы объединяются между собой. И вот уже у мошенников абсолютно разнообразная информация о своей жерсти, которую они могут использовать. Методы социальной инженерии. Могут звонить, представлять, представляться, называть вас, называть, где вы проживаете, называть ваших мужей, сестер, братьев, внуков, детей и так далее. Все очень большое количество информации сообщать для того, чтобы вогнать человека в состоянии, когда мы верим мошеннику. На этом у меня все. Будьте осторожны, совершая покупки в интернете. Надеюсь, вообще было в целом интересно, полезно, и вы получили какую-то новую информацию, которая поможет вас обезопасить ваше пребывание в интернете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!